Продолжение следует... От книг по редким, узким специальностям до классики художественной литературы. Напомню, что издательство Директ Медиа владеет одной из крупнейших ЭБС, электронно-библиотечной системой, университетской библиотекой онлайн. Книги, которые мы выпускаем, попадают в базовую коллекцию этой электронно-библиотечной системы. В электронном виде, разумеется. Но многие так и остаются в прайсе нашего издательства только в печатном варианте. Это связано с условиями лицензионных договоров с авторами, это связано с политикой продвижения продукции издательства. Причины бывают разными. В итоге, к началу нынешнего года, не учебного, а 2019, мы оказались перед огромным массивом уникальной литературы, нуждавшейся в сортировке и ребрендинге. Таким образом, мы пришли к необходимости создания коллекции книг исключительно из номинований контента нашего издательства. Как многие из вас знают, мы представляем в ЭБС коллекции разных издательств. Это и отдельно по экономике какие-то популярные издательства, и абсолютно разные сформированные коллекции. И они, разумеется, продаются отдельно. Так вот, наше издательство никогда не участвовало в процессе формирования коллекции из наших книг, а это значительно бы облегчило работу библиотекаря. Для вузов некоторые коллекции полностью закрывают специальности, дисциплины, а для библиотек облегчают поиск необходимой литературы. Была проделана грандиозная работа, и, собственно, презентация этой работы и есть цель данного вебинара. Справились мы с ней только к началу 2019 года. И, соответственно, во все прайсы наших издательских коллекций, коллекция нашего издательства вошла только в январе. Были выделены следующие коллекции. Я их вычленила из общего прайса, чтобы вам было очевиднее. Это коллекция издательства Директ Медиа по естественным и точным наукам. 120 наименований. Коллекция издательства Директ Медиа по инженерным наукам. Сюда входит 76 наименований. Коллекция издательства Директ Медиа по энергетике. 83 наименования. Коллекция издательства Директ Медиа по информационным технологиям. Здесь 59 наименований. Но пусть вас не пугают разные цифры, я чуть позже объясню, почему именно такой состав у коллекций. Коллекция издательства Директ Медиа экономика. Например, 317 наименований. Это чуть меньше, например, чем у коллекции издательства финансов и статистик, а ведь это их профиль. Коллекция издательства Директ Медиа педагогика и психология насчитывает 325 наименований. Блок коллекции социально-гуманитарных наук. Туда входят несколько коллекций. Чуть позже покажу отдельный слайд по ним. В этом блоке чуть меньше тысячи наименований. Наименований книг. Коллекция издательства Директ Медиа Медицинские науки. 32 наименования. И коллекция издательства Директ Медиа по искусству. 65 наименований. Каждая из этих коллекций уникальна. Думаю, что их перечень будет только увеличиваться. Но начать мы решили именно с этого. Сегодня будет много цифр, общей информации. Но все материалы я обязательно вам предоставлю, поскольку я уверена, что вы еще неоднократно будете к ним возвращаться. Поэтому все материалы получите на руки в конце вебинара. Следующий слайд посвящен коллекции издательства Директ Медиа по естественным и точным наукам. Это 120 наименований книг по различным направлениям, специальностям и дисциплинам. Только некоторые я взяла, чтобы вы могли оценить хотя бы чуть-чуть содержание. Вот тот объем... информации, объем книг, которые мы постарались туда поместить. Концепции современного естествопознания. Науки о земле, геология, горное дело, атомная и ядерная физика, глобальная безопасность, экология, современные проблемы экологии и природопользования, основы природопользования, охрана окружающей среды, имитационное моделирование, компьютерное проектирование, математическое моделирование, математика, аналитическая геометрия, высшая математика, разумеется, сюда входит, информационные технологии, математическое моделирование объектов и систем управления. Также мы сюда включили физику, квантовую физику, классическую механику. Коллеги, меня слышно? На секунду пропал звук, но я вернусь. Я перечисляю направление специальности дисциплины, по которым мы подобрали в коллекцию издательства Директ Медиа по естественным и точным наукам. Остановились мы на физике до того, как пропал сигнал. Сюда также входит классическая механика, теоретическая механика, механика сплошных сред. Печатных книг по этим темам гораздо больше. Полный перечень книг с аннотациями и ссылками на них в электронной библиотечной системе я обязательно дам в конце вебинара. Коллекция издательства Директ Медиа Инженерные науки. Вообще у нас блок инженерных наук достаточно развит, но меняются основы стандартизации, сертификации, появляются новые требования, и мы постоянно ее обновляем. Обновляем книги, дополняем, в общем, стараемся сделать так, чтобы это были очень свежие, актуальные книги. В настоящий момент мы включили 76 наименований книг в данную коллекцию по дисциплинам и специальностям и направлениям, такие как материаловедение и технологии материалов. Обязательно вы скачаете все материалы. Я постараюсь, может быть, говорить как-то медленнее, потому что сигнал не очень хороший. Итак, в инженерной науке также мы включили электротехническое и конструкционное материаловедение, стандартизацию, сертификацию. Именно эта тема постоянно у нас обновляется. Строительство, архитектурно-строительные конструкции, проектирование, техника транспорта, обслуживание, ремонт, промышленная собственность и патентное дело, безопасность жизнедеятельности, безопасность и охрана труда. Мы пополняем наши коллекции регулярно, поэтому имеет смысл следить за их наполнением, ведь книги можно закупать не только коллекциями, как это было какое-то время назад, но и добавлять в коллекцию, которую вы приобрели, даже по одной новой книге. Коллекция издательства Директ Медиа Энергетика. Очень актуальна в последний год. Мы добавили 83 наименования книг этой коллекции. Машиностроение, энергетика, основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства. Это просто бестселлер, но это всегда было и дорого, и актуально, и сложно. Технологические процессы в машиностроении, металлургии и металлообработка. Следующая коллекция – информационные технологии. Она, на первый взгляд, не очень большая, всего 59 наименований. В данную коллекцию мы включили книги по информационным системам, вычислительной технике, информационным технологиям, информатике, программированию, интеллектуальным системам и технологиям, логическому программированию, интеллектуальные системы и технологии, логическое программирование, информационная безопасность и системы защиты, информационные системы, вычислительные системы. Обращаю ваше внимание на то, что печатных книг вот по этой коллекции у нас примерно в два раза больше. Но мы все-таки подбирали книги в коллекции, подбирали, анализировали запросы, анализировали дисциплины, которые изучаются в вузах, самые актуальные книги, которые берут в библиотеках. Поэтому она получилась такой, но, обещаю, будет расти. Коллекция издательства Директ Медиа «Экономика». 317 наименований в данной коллекции. Направления самые разные. Я указала только самые-самые актуальные, потому что полный перечень направлений в презентации дать было бы просто невозможно. Это экономика, система менеджмента безопасности пищевой продукции, государственное регулирование экономики, экономическая теория микро- и макроэкономика, экономика математических методов и моделирования, актуальные социально-экономические проблемы регионоведения России, социальная экономика, таможенное дело, мотивация стимулирования трудовой деятельности, бухгалтерский учет и анализ, финансовый анализ, обширнейшая коллекция. Есть также книги по экономике России, предпринимательству, истории экономических учений. Кстати, истории экономических учений этих книг единицы. Почему-то очень редко обращаются именно к историческим, к истокам этой науки, но такие и есть. Управление рисками и многое другое. За контентом данной коллекции пристально следит издательское редакционное подразделение. Тоже требует состав этой коллекции постоянного и своевременного обновления. И книги дополняются актуальной информацией с учетом последних экономических и правовых изменений. Хочу обратить внимание, что мы выделяем блоки книг по этому направлению. Так как являюсь выпускающим редактором именно книг по экономике, могу сказать, что блоки, на которые мы разделили, следующие. Бух, учет и аудит. В перечне я это не указала, но как без них. Экономика труда. Что касается экономики труда, то хотелось бы поблагодарить Академию социальных отношений и труда в Москве. Книги авторов этой академии составляют большую часть нашего контента. Самые актуальные, новые, самые свежие. Авторы своевременно предоставляют всю информацию. Делаем их очень быстро, поэтому коллекция постоянно пополняется. Кроме того, мы отдельно выделили финансы, банковское дело и инвестиции. Это целый блок книг, находящихся внутри коллекции. Налоги, страхование, менеджмент, маркетинг, логистика и торговля. Вот самые актуальные. Экономика – наше все. Коллекция издательства «Педагогика и психология». 325 наименований. Еще одна наша гордость. И прошу заметить, это книги, которые мы еще и выбирали. Выбирали лучшее, самое актуальное. По запросам стараемся пополнять тоже точечно. Когда выбираешь из огромного массива книг, сложно выбрать самое лучшее. Кажется, что и вот это надо, и вот это подходит. Поэтому мы, конечно, остановились на четвертой сотне, но я уверена, что и выбор у вас будет гораздо больше. И впоследствии нам придется пополнять, потому что «Педагогика и психология» – два огромных пласта. Сюда мы включили следующее направление «Педагогика и методика высшей школы», «Педагогика и методика преподавания», «Современные проблемы педагогики», «Психология», «Психология», «Социальная психология», «Психоанализ», «Этнопсихология». Все это вы видите на экране. Крупно разделено по блокам внутри медиаобразования, дошкольное образование, «Общеобразовательная школа», «Книги по общей психологии детской, психологии развития, психологии личности, по высшему образованию и по СПО». На проект СПО мы делаем ставку к началу следующего учебного года. Это будет, это и есть сейчас, и планируется масштабный проект, который перекроет все возможные дисциплины. Работа предстоит колоссальная, потому что профессиональное образование сейчас качественно растет и требует соответствующей литературы. Я думаю, что мы по СПО сделаем обязательно отдельный вебинар, чтобы показать, что у нас получилось. Потому что СПО на фоне высшего образования материалов, которые мы можем предоставить, выглядит очень круто. Они вынуждены использовать материалы, которые и для высшего образования подходят, и что-то из общообразовательной школы берут. Так вот, для этого проекта мы решили сделать все возможное, и лето у нас предстоит такое среднепрофессиональное. В общей сложности у нас около 500 наименований книг. Это те книги, которые выпустило наше издательство по направлению педагогика и психология. Коллекции по социально-гуманитарным наукам. Тематика огромна. В прайсе актуальных издательских коллекций мы были вынуждены уже сразу блоками выделять. И, соответственно, в этой коллекции получилось сразу несколько наших коллекций. Коллекция издательства Директ Медиа по истории насчитывает 130 наименований. Коллекция по социально-гуманитарным наукам собственно насчитывает около 200. Коллекции по праву и юридическим наукам 150 наименований. Коллекция по средствам массовой информации и библиотечному делу 40. Хочу остановиться на библиотечном деле. Очень рады, что это направление набирает обороты, что оно становится не просто популярным, а наконец-то появляется качественная литература, которая впитывает в себя все новейшие тенденции и выставочного, и галерейного дела, и всех новейших технологий в библиотечном деле. Оно становится просто красивым. Поэтому мы очень довольны. И то, что нам удалось выделить по библиотечному делу и по СМИ 40 наименований, коллекция получилась такая емкая, что то, что она набирает популярность, это обусловлено ее составом. Коллекция издательства Директ Медиа по физической культуре и спорту, а также туризм. Эта коллекция насчитывает 50 наименований. По физической культуре и спорту сложно составлять коллекции. Там тоже меняются нормативы. Мы стараемся за этим следить. Помогают нам в этом вузы по физической культуре. Чуть-чуть отвлекусь и, в принципе, скажу, что с книгами мы работаем так, чтобы по каждому направлению у нас был козырь в рукаве, был эксперт этой книги, к которому можно обратиться, который сам обратится к нам с какими-то актуальными изменениями. Именно так мы следим за тем, чтобы книги были актуальными, вот здесь и сейчас. И стараемся вносить эти изменения, а в электронные книги вносить их очень легко, вносить стараемся своевременно. Филологические науки, языкознание и литературоведение. Эта коллекция включает 200 наименований. Не могу сказать в процентном соотношении, что на что приходится, языкознание и литературоведение. Мы объединили это в единую коллекцию, 200 наименований к пользованию. Коллекция издательства «Директ-медиафилософия» тоже насчитывает 200 единиц. Самые разные темы, самые узкие направления. Все это включено в коллекцию по философии. Медицинские науки. Издательству, не специализирующемуся на книгах в медицине, всегда сложно входить в данный сегмент. Слишком большими шагами идут разработки, медицинские исследования. Мы заходим в эту область с большой осторожностью по составу коллекции. Вы видите, что она пока небольшая. Мы выбираем широкие спектры. В будущем надеемся представить более узкие блоки дисциплин, наполняя их самыми актуальными научными исследованиями и достижениями в области медицины. На данный момент включено в коллекцию 32 наименования по направлениям медицины, экологии, общественное здоровье и здравоохранение, эпидемиология, нейрофизиология, гигиена человека, анатомия, физиология и биология человека. Есть еще несколько узких направлений. В общем перечне вы их обязательно увидите. Искусство. Коллекция издательства Директ Медиа. В данную коллекцию мы включили пока 65 наименований. По таким направлениям, как искусствоведение, история искусства, история античности, архитектура, культурология, музейно-выставочная работа. Пометочку ставите «ХИТ». Сейчас это очень актуально. Прежде всего и потому, что правительственные программы направлены на то, чтобы музейно-выставочная деятельность была на должном уровне. Философия науки и искусства. Сюда входит дизайн, дизайн-проектирование, изобразительное искусство, методика преподавания народного декоративно-прикладного творчества и прочее. Отдельно хотелось бы сказать, что вот это направление мы тоже разделили по блокам. Сюда входят отдельно блоки по искусству с определенным перечнем книг. Сюда входит дизайн, сюда входит музыка, танец, отдельный блок по театру и отдельный блок по киноискусству. Справедливости ради, стоит отметить, что наше издательство начинало свой путь именно с искусства. И было сложно выбрать книги, ведь у нас есть целый портал, посвященный истории искусства. Это арт-портал. Даже просто набрав в интернете, не обращаясь к нашим рассылкам, которые приходят регулярно и неоднократно напоминали вам о нем, наш арт-портал, Директ Медиа по мировой художественной культуре содержит такой массив информации, который заключить просто в коллекцию было бы просто невозможно. На самом портале выделен и арт-учебник. Это проект, в котором собрано все самое интересное. Наши авторы простым, доступным языком рассказывают о каких-то емких понятиях, таких как художественные стили, направления, их возникновения, развития, великие мастера, творившие в данных стилях, шедевры. В отдельном разделе арт-учебника вынесены биографии выдающихся мастеров живописи, скульптуры и архитектуры. На арт-портале действуют виртуальные экскурсии. Представлены целые галереи шедевров. Музеем посвящен отдельный блок. Здесь можно познакомиться с историей создания коллекции того или иного музея, узнать подробности о меценатах, художниках, шедеврах и многое-многое другое. Разумеется, история искусства. Разумеется, масса информации, которую искусствовед и человек, который подбирает книги по искусству, может просто захлебнуться. Но тем не менее, книги мы выделили отдельно, а арт-портал – это целый мир, мир, в котором есть всё по искусству. Одно из последних наших новшеств – это лента времени. Это сквозное представление, формирование, развитие искусства во всех его проявлениях. Архитектура, музыка, литература – всё это расписано по временной шкале. Очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! на которое стоит посмотреть. Друзья, коллеги, меня слышно? Плюсик поставьте, пожалуйста, кто-нибудь. Спасибо большое, Евгения Юрьевна! Самый конец нашей презентации. Я надеюсь, что вы объём нашей коллекции по искусству примерно представляете. Всё, что могли. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наши коллекции однозначно будут расти. Безусловно, мы будем пополнять и базовую коллекцию нашей ЭБС. Но считаем, что за формированием уникальных коллекций стоит качественное наполнение действительно необходимым контентом. К материалам данной презентации я прикрепила два актуальных прайса нашего издательства. Это прайс на коллекции Директ Медиа и на печатные книги Директ Медиа. В них вы найдёте подробное описание состава коллекции, их стоимость. Прайсы мы обновляем и регулярно рассылаем. Рассылка ежемесячная. Но, разумеется, по запросу мы можем делать рассылку и чаще, потому что добавляем всё еженедельно. Вот только появилась книга, у нас уже пошло обновление всех прайсов. Поэтому любое ваше обращение, оно будет обращением за свежим. Надеемся, что все наши замечательные клиенты, реальные и потенциальные, оценят колоссальный труд наших библиографов, производственного цеха, редакционно-издательского подразделения. В сегодняшней презентации, конечно, было много цифр. Но как вот иначе представить весь массив работы научного издательства? Конечно, в идеале было бы представлять презентации отдельных книг совместно с автором книги или силами редактора, выпускающего той книги, которая попадёт в ту или иную коллекцию. Мы надеемся запланировать эту работу на будущий учебный год, чтобы содержание книг, необходимость её включения в дисциплину вуза или в фонд библиотеки было очевидным и рассказанным из первых уст. Поэтому мы вас очень ждём на наших будущих вебинарах. Скачивайте актуальные прайсы. Все коллекции, которые я вам перечислила, есть в прайсе актуальных издательских коллекций. Все книги в печатном виде, тот массив, который не вошёл в издательские коллекции, который мог не войти в базовые коллекции, есть в актуальном прайсе печатных книг. Также все вопросы вы можете задать мне или менеджеру, с которым работаете из вашей библиотеки или из вашего вуза, по электронной почте, по телефону. Мы будем рады ответить на всё. Я надеюсь, что коллекция Директ Медиа – это действительно всё, что вам нужно для вашей ценнейшей плодотворной работы. Я вас благодарю. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Надеюсь, что все скачают наши актуальные прайсы, зададут свои вопросы и выберут то, что нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, вопросов нет. Я всех благодарю за участие. Всего доброго! До свидания! Приятного вам года! Дорогие друзья, спасибо! Давайте поблагодарим Анну за ту информацию, которую она нам предоставила. Всех вас я тоже благодарю за участие в вебинаре. Напоминаю, что как данную презентацию, так и дополнительные материалы можно скачать в окне ресурсы, которые можно включить по кнопочке с изображением серой папки в правом верхнем углу нашего рабочего окна, если кто-то не знает. Ждем вас всех на новых вебинарах Директ Академии. Всем спасибо! До свидания! До новых встреч!